Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Дом, в котором живет Бог». И это значит, что мы снова отправляемся с вами в мир богослужения Православной Церкви. Но перед тем, как начать наш сегодняшний разговор, давайте с вами вспомним, о чем же мы говорили с вами в прошлый раз. Мы с вами начали разбираться с тем, что такое канон. И вот, что мы с вами узнали. Канон – это особая часть утренней, самое большое произведение, которое может на богослужении исполняться. Канонов у нас в церкви много, и они посвящены разным темам. Но все каноны по форме похожи. Все они состоят из песней, а каждая песнь – из трех частей. Первая называется «Ирмос», вторая – «Тропари» и третья – «Катавасия». Если на службе читают несколько канонов, то их песни читаются поочередно, друг за другом. Песня. 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 Интересно, а что происходит в храме во время пения канона? Что, например, во время канона делает священник, спросите вы? Это очень правильный вопрос, друзья. Итак, как только начинается пение канона, из алтаря выходит панамарь. Панамарь – это тот, кто помогает священнику в алтаре, подает кадила, свечу и так далее. Так вот, панамарь выносит в храм елейницу от слова «елей», то есть растительное масло. Итак, в начале пения канона панамарь выносит елейницу – сосуд с освященным маслом. Священник, произнеся последние слова молитвы «Спаси Божий, люди Твоя», подходит к аналою, стоящему в центре храма. На нем уже лишит Евангелие и прикладывается к Евангелию. После этого он берет из рук панамаря особую кисточку, макает ее в елейницу и знаменует освященным маслом крест у себя на лбу. После этого все те, кто находятся в храме, тоже подходят, целуют Евангелие или икону, если богослужение совершается не под воскресенье, а в день двунадесятого праздника, и направляются к священнику, который, окунув кисточку в елей, знаменует крест на лбу каждого прихожанина. «Зачем нужно наносить кисточкой крест маслом на лоб?» – спросите вы. Чтобы ответить на этот ваш вопрос, мне надо рассказать, что вообще обозначает в церкви елей. В древнем Израиле, когда на царский трон восходил новый правитель, ему на голову возливали оливковое масло – елей. Это был знак того, что на новом царе пребывает благодать Божия. Например, таким вот образом, через помазание елеем, на царство взошел святой Давид. Традиция использовать освященный елей перешла к нам из Ветхого Завета. Когда на богослужении священник елеем знаменует на лбу человека крест, это означает, что на этом человеке пребывает Божие благословение. Итак, запомним это. Помазание елеем означает, что на человеке пребывает благословение Божие. О помазании я вам рассказал. Что же происходит дальше во время пения канона? После третьей, шестой и девятой песней священник произносит малую ектинью. А вот теперь стоп. Возможно, самые внимательные из вас пришли в недоумение. Как же так? Вы, батюшка, нам говорили, что канон состоит из восьми песней. А сейчас говорите, что малая ектинья звучит после девятой песни. Нет, друзья, вы не ослышались. Ектинья действительно произносится после третьей, шестой и девятой песней канона. Дело в том, что вторую песню канона сейчас используют очень редко. А нумерация песни осталась прежней. И вот и получается, что после первой песни теперь идет сразу третья. Поэтому и получается, что фактически в каноне восемь песней, но по номерам их девять. Давайте это запомним. Вторая песня в каноне не читается, но нумерация песней осталась. Итак, после третьей, шестой и девятой песней произносятся малая ектинья. Ектинья – это набор прошений, которые обращены к Богу и которые священник произносит от лица всех молящихся. Малая ектинья выполняет на службе важную роль. Она призывает всех не ослабевать в молитве. Потому-то первое прошение малой ектиньи так и звучит. Итак, при чтении канона малая ектинья произносится трижды. После третьей, шестой и девятой песней. После того, как священник произнес малую ектинью после третьей песни канона, «Чтец считает Сидалин». Незнакомое слово, не правда ли? Я сейчас объясню вам, что это такое. Мы уже не раз говорили о том, как мудро устроено наше богослужение. Все в нем гармонично. Есть такие части службы, когда от нас требуется особо сильная молитва. А есть такие моменты, когда на службе можно немного отдохнуть. К таким вот моментам и относится Сидалин. Даже само название говорит о том, что во время чтения Сидалин можно немного посидеть и отдохнуть. Но это не значит, что во время чтения Сидалин мы должны отвлекаться и не молиться. Итак, Сидалин – часть службы, во время которой разрешается сидеть. Сидалин кратко рассказывает нам о том, чему посвящен этот церковный день. В древности чтение Сидалина было знаком, что сейчас начнут читать особое поучение из творений святых отцов. Сейчас такие чтения бывают только в некоторых монастырях. А мы давайте послушаем, как звучит Сидалин в приходских храмах. Дева Мария и Богородица истинно, Яко облак света днесь возле сиянам, И от праведных предгрядет в славу нашу, Не к тому Адам осуждает вся и его. От усвободися, И сегураде зовем, Вопиюще с одерзновением единичистей, Радость возвещает Рождество Твое всей вселенней. Ну что же, много мы сегодня нового успели узнать. Давайте вспомним, что именно. Во-первых, мы узнали, что во время чтения канона В храме священник совершает помазание прихожан святым елеем. Это знак того, что на человеке пребывает благословение Божие. Затем мы узнали, что после третьей, шестой и девятой песни канона Произносится малая ектинья, призывающая нас не ослабевать в молитвах. По окончании ектиньи, после третьей песни канона, читается седалин. Седалин – это такая часть службы, во время которой можно немного отдохнуть. На этом сегодня все. Как всегда, если у вас остались вопросы, присылайте их к нам на сайт. Его адрес – www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok